Здарова, шофероводятлы! Мы продолжаем играть в Омсиба Симулятор 2. И в первую очередь хочу поздравить вас с новым 2020 годом и с наступающим Рождеством. Всего вам хорошего, чистого и светлого. И самое главное, больше здоровья и хорошего настроения. Все остальное как-нибудь приложится. Запасаемся чаем, кофе и подъедаем новогодние салатики. Мы начинаем. Продолжение следует... ПАЗ-3205307, на котором мы с вами поедем. И ПАЗ-3205407. Насколько я понял, отличаются они лишь наличием автоматической двери сзади. Как вы видите, у нас же дверь сзади механическая. То бишь, будем мы открывать ручками. Давайте небольшой такой обзорчик. Продвижимся, автобус новенький. И как бы, может быть, кто-то что-то и не видел. Давайте начнем сзади и откроем лючок для гробов. Космос. Давай выход. А я на кладбище не хочу. Закрываем. Далее. Бензобак. Некликабельный и хорошо, и не надо. А то еще сольют. Нафиг нам это нужно. Здесь север на какой-то. Деверь тоже открывается попозже. Рассмотрим. Дальше. Давайте, 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 давайте. Вот, давайте вот здесь. Все лючки. Да. Здесь у нас тоже что-то имеется. Утеплитель и колпаки. Колпаки. Ну, такое я лично уберу. Не знаю, вы хотите ставьте, хотите нет. Упланетель неплохо. Для зимы пойдет. У нас, конечно, тоже зима. Но, как видите, снега нет. Все как в жизни, да. Снега в Москве нет. Электрогорск. Это, ну, Подмосковье, да. Можно так сказать. Двокамушечка, да. Вот это вот с решеточкой. Стенька тоже она открыта на пазиках. И капот. Также здесь есть бутылочка, да. Расставим. На украинском, по-моему, написано, да. Пивная, какая-то бутылка. Чтобы у нас двигатель продувался, да. Ну, это как бы такой колхоз. Такой, такой колхоз. Впрочем-то, что еще? Что есть, что? Можно снять решетки. Вообще, можно снять их абсолютно все. И будет у нас вот такой пазик безрешеточный. Вроде больше ничего здесь не снимается. Там дворники мы снять не можем. И больше, в принципе, ничего. Покрышки меня прикалывают. Вот эти старенькие, грязненькие. И диски тоже все царапанные. Круто, супер. Там ресорры видно. Да, можно залезть под авт. Давайте залезем, а почему нет? Немножечко так. Оп, да. О, все видно. Как видите, да. Автобус проработан хорошо. Он сделан, насколько я понял, с нуля. Еще забыл показать вам кое-что. Здесь у нас аккумуляторный отсек. И выключение массы. То есть, можно массу выключить. У нас автобус не заведется. Также здесь, наверное, это сброс массы, скорее всего. Потому что обычно кнопка такая. Да, это, скорее всего, сброс масс. В принципе, с внешки все. Так, гроб не закрыли этот. Включий. Закроем его. Дверка, да, открывается. Все отлично. И вон наши решетки лежат. И давайте ее закроем. И, наверное, залезем в место водителя. И посмотрим, что у нас там имеется. Друзья, мы на месте водителя. Вполне себе все неплохо. Вполне себе все радует. И доставляет удовольствие. У нас здесь имеется тоже интерактив. Давайте дверь закроем. Все-таки, как бы, не такая уж у нас и жара. Интерактив в плане какого? Давайте сразу ручника пустим. Автобус никуда не укатится. Мы можем открыть капот салона. Как и в реале, собственно говоря. Вот наш двигатель. Дизельный. Кстати говоря, дизельный. Звуки тоже дизеля здесь. Давайте запустим автобус. Нопочка массы вот здесь. Рулим берем. Вот она нажимаем. Пошла масса. Ставим руль обратно. И крутим ключиком. Ой, а куда автобус у нас еще передача стоит? Уже реально у меня передача стояла. Прикинь. Звук дизеля. Реально звук дизеля. Прикинь. Закроем. Чтоб он нам не гудел под ухо. Ну, конечно, записаны звуки так себе. Ну, там в целом пойдет. В целом пойдет. В целом. Ну, сделано все нормально в этом плане. То есть все огонь. Аварийка. Да, ну, по кнопочкам что вам показывать? Вы все без меня знаете. Лучше меня. Даже ABS, кстати, имеется. Лампочки. Все приборы, конечно, супер сделаны. Сейчас вообще класс. Вообще класс. Мелочь какая-то. Не будем ее трогать. На платье я сюда не сижу. Проверим фортышку. Работает. Шторка работает до самого конца. До самого конца. Так вот ее оставим. Вентиляция. Закроем. Текстура такая. Это не алюмининг. А латоньки. Латоньки такое уже, знаешь. Окисленной. Старенькой. В целом, вроде бы, как тут у нас. Все. Перейдем к колхозу. На все тыкаем. Все, что видим, тыкаем. Опа-па. Так, на изоленту тыкнем. Ну-ка, тыкай. Не тыкается. Почему? Э, почему изолента не тыкается? Короче, если тыкнуть изоленту, то... О, да. У нас руль становится в изоленте. Прикольно. Нормально. Вообще. Супер огонь. Часики. Часики. Это супер здорово. У нас 5 минут. И мы будем стартовать. За бортом минус 2. У нас минус 1,4. Ну, в принципе, печка здесь шпарит. Будь здоров. И нагреет она автобус вообще быстро. Моментом. Нагревает. Вон, уже подскакивает. Так. Какашку я уберу. У нас же контент не говно. Листочек оставим. А это что? Украина вперед. Оставим нормально. Адидас. О, огонь, огонь. Нормально пойдет. Хоть мы и в Москве, но... Украину уважаем. Точнее, уважаем народ. Не будем на политике. Включим. Вентилятор. Работает. Выключим. Уберем. Не нужен. И так у нас не жарко. Впрочем-то, в целом-то, здесь и все. Здесь и все. Давайте переходить в салон и смотреть, что у нас еще там имеется. Мы в пассажирском салоне. У нас такие чехольчики. Их можно убрать. Второй сиденье вот эти стрёмные по-зиковски. Нифига, стыдно. Поддержка есть. Ну, тут у нас сзади диван, потому что дверь-то механика, да? То есть, понятное дело. Молоток взять нельзя и разбить голову кому-нибудь. Нельзя, жаль. Шторки тоже убираются. Я их оставлю. Люк давай проверим, что ли. Люк работает, причем еще и со звуком. Шторки, наверное, придется убрать, чтобы корточку проверить. Ну, поверьте мне на слово, она работает. Как видите, она работает. Все наклеечки, запасной выход, да? Все. Выдерни шнур, выдави стекло. Возьми молоток, разбей кому-нибудь голову, да? Огонь. Решеточки у нас под сиденьями, которые мы с вами сняли. Вот они у нас, да? Переключаем вид. Это что такое? Просто все черное, как бы все сливается немножко. Или у меня зрения не хватает все рассмотреть, да? Вот они, вот они решеточки. Раз, два, три, все. Все на месте. Больше по салону я ничего кликабельного не нашел, помимо табличек. Ставим их. И еще есть одна маленькая, которая ставится сзади, чтобы ее достать. Я нажимаю обычно F4. Возвращаюсь к автобусу. И пытаюсь залезть. Вот у нас вместо дятла, да? Вот так вот залезаю. Вот она. Вот она. То как... Ага, хер ты ее кликнешь сейчас. Ну да. Ага, кликну. Хорошо. Таблички я нарисовал сам, потому что по дефолту их не было. Или это особенность карты, или особенность автобуса. Но я их сделал сам. Также я ему сделал номера. Российские там были. Либо Казахстан, либо Украина. Но мы все-таки в России. Давайте как-то... За здравый смысл немножечко, ребята. Кому нужно, пишите. Я вам скину. Как бы автобус с табличками и с номером. Пишите. Выкладывать никуда не буду, чтобы меня, не дай боже, обвинили в каких-нибудь там сливах. Упаси Господь меня от этого всего. Ну его нахрен. Давай включим свет, что ли. Решеточки все встали на место. Да, да. 53 минуты. Ну давайте подъезжать. А подсказку включим ненадолго. Ненадолго включим. Народу много. Так, все. Передача воткнулась. Ручник убран. Газку. Так, я, естественно, на руле с коробкой, с трекером. Само собой. Я вам рекомендую, парни, кататься на автоматическом сцеплении. Здесь оно имеется. И это здорово. Как вы, кто любит автоматическое сцепление, пожалуйста, катайтесь. Я вам рекомендую. Потому что здесь не скидываются опять передачи. Вот смотрите. Я втыкаю первую, да. Убираю передачу. Ставлю нейтраль. Передача не скидывается. То есть скидывается у нас только третья, четвертая и выше. И задняя. Первая, вторая не скидываются. И это очень меня огорчило дело. Очень меня это дело огорчило. Это печально на самом деле. Либо это какие-то мои настройки неправильные. Либо это автобусы такие говененькие. Не знаю, парни. Кто играет на руле? Пишите, ради бога. Как у вас с этим делом? Как у вас с передачами? Или вы все юзаете автоматическое сцепление? Потому что я-то как бы за реализм всегда. И мне надо, чтобы был хардкор. Пассажиров, кстати, я сюда тоже прописал сам. Потому что тут были как бы они все голые. А так хоть более-менее какие-то есть приодетые. Детки всякие, да. Детишки вон в одежде ходят. Тут были все голые. А все-таки у нас зима. Хоть не сказать, что она жаркая. Но все-таки это зима. Все-таки это зима. Так, а нам, наверное, уже пора стартовать. Ну, конечно. А я стою курю, понимаешь ли. Мы зашторились от пассажиров. Так. Украина висит? Висит. Очень хорошо. Трогаюсь со второй. Газ в паласце. Подпускаю и лечу. Вы, слушайте, немножко подлагивает. Ну да, все-таки трафик у меня здесь тоже прописанный. Плюс очень много пассажиров. Реально их много. У меня что-то столько не было. И пешеходов много. Ну, мы еще в Электрогорске. Тут как бы народ посвящен на остановках залезет. Время 11. Ну, в принципе, народу не так должно быть много. Все гуляют. Праздники как бы. Здесь немножко пролагивает. Чутка. Так, на третий оборот их много даю. Карта, конечно, старая. Вышла в 2014 году. И больше обнов не было. Причем это вторая версия. То есть автор занимался и как бы писал, что будет дальше разрабатывать. Но прошло 6 лет, 20 год на дворе. И ничего. И ничего. Очень жаль. Как бы планы там у него были построить до Павловского посада. А там очень красиво на самом деле. Конечно, здесь тоже неплохо. Как бы Электрогорск карьер тоже маршрут такой достаточно красивенький. Ну, дачный маршрут. Дачные маршруты, они всегда красивые. Блин, тут пассажиры, конечно, подтупливают на некоторых остановках. Поэтому приходится вот изгаляться для них. Ну, ладно. Ничего страшного. Это мелочи. Это Омси. Это нормально. А улица Карла Маркса. 11.56 у нас на часах. Ага. Все хорошо. Все хорошо. Идем в расписание. Ну, давай с первого. Вот вообще сцепу. На нем хер тронешься нормально, как бы. То есть тут либо со второй, которая хрен втыкается, либо как-то надо изгаляться еще. Ну, первое у него вообще короткое, так что я буду со второй трогаться. Просто как бы показать-то вам надо. Все это дело. Звуки дизеля, да, не айс, но они есть. И это что-то уже новенькое. Так, находить никто не хочет. Вроде никто не ломится. Ну, в принципе, запищит, если что. То, что сюда эту пищалочку прикрутили, это вообще супер огонь. Мне нравится такое. Так, вон люди стоят. Тут, конечно, жесть какая-то слева сейчас у нас. Так, как бы так тихонечко подрулить, чтобы и они зашли, и мне тут не торчать жопой. Ну, ладно, мы быстро. И вообще, мы автобус нам можно. Пошли все в... Оп, давайте чехолки напялим эти красивые. Пускай они будут у нас. Так, 58. А, в принципе, я особо не буду париться. Здесь, как бы, в расписание попадаешь, куда бедно. Блин, ну, ребят, ну, тут, конечно, чтобы стартануть. Реально, юзайте автосцепление. Это я, сумасшедший. Занимаюсь такой дичью. Вам я рекомендую. Я настаиваю. Пользуйтесь автосцеплением. Иначе можно натворить нехороших дел. 11 утра у нас уже почти. Так, это не объезд? Нет, не объезд. Просто улица указана. Ямочки. Ну, автобус достаточно вот так мягонько проходит. Он вообще мягкий на самом деле. Тут можно по ямам-то и летать. Это как бы я не гоняю. Потому что руль начинает трясти. Немножко можно вылететь. А вот в чем дело. Так, улица Кали. Улица Кали. И на этом, пожалуй, все. Давай вот так вот за рулем. Будут они садиться? Че нет? Да, будут. Очень хорошо. Народу набилось вообще толпа. Все едут на карьер, там, на даче, да? Так, глянем расписание, что у нас там. Все хорошо, идем. Идем по плану. То есть трогаться только вот так вот. То есть газу, а потом только сцепу отпускаешь. Как-то, блин, я не знаю. Я не могу угадать. У меня либо он глохнет, либо еще что-то. Какая-нибудь хрень. Либо дергается сильно. Хотя, вроде, к пазикам, на которых мы с вами играли, я к ним прикатался более-менее. Это уже пазик совершенно другой. Этот сделан из нуля. Ну, как автор пишет, да? Во-вторых. А то, на чем мы катались, это, блин, все было из одного слеплено. По-моему, так. Ну, анотации, как бы, я оставил. Смотрите. Вдруг вам понравится. А то смотрите, а еще подпишитесь на меня. Ой. Вот добрато будет. Хе-хе. Вообще, карта эта сделана по координатам и снимкам. То бишь, реальная. Может быть, и есть какие-то отклонения от реальности, но тем не менее. Должна быть похожей на реальность. Это, конечно, не был в Подмосковье. Здесь, вот в Электрогорске, там где-то еще, да. Не бывал. Но кто от этих краев, рад вам в комментариях пишите. Моды, конечно, выходят. Потихонечку, помаленечку, хоть и редко. Но, блин, раз так, месяц-два-то что-нибудь да выстрелит какой-нибудь мод. Карт, конечно, мало. Вот сейчас выходят в основном все какие-то вымышленные, выдуманные. Да хрен пойми, чего вообще. Я не люблю вот это дело на самом деле. Вот эта деревенька вышла. И чисто мое мнение о говно-говном. Кутюбинск что-то тоже не очень. Может быть, если я на нем еще покатаюсь побольше. Может, и зайдет вот это Веселкино там, или как-то так она называется. Тоже ни о чем. Вымышленные карты, они все какие-то ни о чем. Единственная вымышленная нормальная карта, это Омнинск. Но ее, извините, по 40 лет. Она старая, но даст фору любым этим новым картам вымышленным. В основном-то у нас все Москва, Подмосковье, Монина там и так далее. Стоит ли эту карту качать ради одного маршрута, проехать туда-обратно? Наверное, нет. Мне как бы для видео-то в самый раз. Но если хотите, я вот этот маршрут такой дачный проехать туда-обратно, не знаю, покататься, то вполне годная. Жрет ли фпс? Нет, не жрет. Жрет. Крайней мере, у меня нет. Автобус точно не жрет фпс, он достаточно хорошо оптимизирован. Карта, ну, я катался не только на этом автобусе, и все у меня было хорошо с ней. Тоже можно настройки подзавысить. Так, никого, никого. 11.03. Столетий, столетий, столетий. Я не вижу этой остановки хста. А вот она, блях, там уха. Я извиняюсь за мат, но это я, я всегда туплю. А в основном все лес вокруг, короче, а остановки это, наверное, дача СНТ, что-то такое, да? Вон остановка у нас. Так, где этот столетий М1115? Блин, а мы вообще вперед расписание летим. Ну, а куда деваться, что мне на каждой остановке стоять? Да не буду я этим заниматься, делать мне нечего. Стоять на каждой остановке, ждать, пока эти люди припрутся там из леса. Нет, это все фигня. Не-не-не, мы не будем этим заниматься. Люди вот сидят и сидят. И пусть они там сидят, стоят. И так далее. А в какой-то карте, я помню, было такое, что там люди между собой переговаривались. То есть ты едешь, а они там разговаривают. Это вообще, конечно, реализма добавляет. В наших картах такого нету. Ну, лень, наверное, нашим людям заморачиваться там с озвучкой. Хоть дядька стоит, он хочет выйти или нет? Наверное, нет. Потому что писка не было. Писк здесь, в принципе, слышен. Но я ради приличия это могу на следующей тормознуть, чисто так постоять. Покурить немножко, да? Ну, блин. Особо сильно париться с расписанием я не хочу здесь. Или же это особенность карты такая. Специально сделана она, чтобы здесь людей типа не было. Может быть, и в реальности здесь их как бы и нету на остановках. С другой стороны, так подумать, у нас маршрут до карьера. До карьера. Кто, блин, вообще поедет? Давайте, наверное... А, нет, смотри, вот еще поворот есть. До карьера. А кто вообще поедет с дачи на карьер там, да? Ну, один человек, два. Ну, можно было, конечно, и этих человек, два прописать сюда. У меня, если что, выкручено на максимум количество пассажиров на остановках. Так, и здесь уже немножечко другая дорожка начинается, более проселочная. Здесь уже немножко потряхивая, даже гулят дает, кстати. И лес поменялся. Вот, заметили? Здесь больше елок. Здесь более лес густой такой, да? Елочки, в основном. Там были сосенки. Здесь елочки. Прикольно. Здесь как бы... 60. Хорошо. Уже карьер скоро будет. Тут вам нарыто что-то. Вот они, дачки. Вот они, дачки. Люди там все в дачах сидят. В праздники. Вот как трава валяются. Снега-то нету. А валяться негде. Ну вот, давайте тормозим здесь, я не знаю. Чисто ради приличия. Да, постоим немножко. Вдруг дядька этот видит. Стой. В принципе, да. Люди не выходят и не заходят. То есть, как-то так. Терять время. Просто стоять на остановках. Я, похоже, не буду. Что если вы хотите стоять, стойте. Нужное время, которое прописано там, да? По минуте на каждой остановке. Я не буду. Ну и сюда, в автобусе есть немножечко косячков. Вот эти текстурки я не особо катирую. Не очень, да. Но на это все можно закрыть глаза. Там на звуки, на текстуры, на что-то еще. На передачи вот эти вот, да? Хрен пойми какие. И то не факт, что автобус грешит. И вполне можно кататься. Вполне, блин, конечно, с табличками тут. Автор, да. Не пожалел. Натыкал. Натыкал. Будь здоров. Ну, карьер реально проехать. Я проезжал уже его. Не раз причем проезжал. Потому что его хрен увидишь. Никакого знака типа стелы там, бля. Карьер нету такого, да? Хотя можно было бы сделать. По-моему, еще остановка или две и все. Уже будет сам карьер. Непосредственно. В следующий раз, наверное, все-таки поставим зиму. Мы прокатимся на каком-нибудь городском маршруте. Может быть, МГС. Что-нибудь опять, наверное, московское возьмем. Посмотрим. Не обещаю. Но что-нибудь замутим. Видосиков давно не было. Вы спрашивали. Вот вам видосик. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь. Кому вам все интересно? Может, кто-то наткнулся там на мой канал? Не знает меня, да? Подписываемся. Видосики будут выходить не так часто, конечно. Но раз в месяц, в два, в три я видосиком-то стреляю. Как раз в год стреляет палка. Так и я стреляю. Иногда. И есть целый плейлист на канале с этой игрой. Можете посмотреть, ознакомиться. Может вам что-то понравится. Вот. Такие дела. И вступайте в нашу группу ВКонтакте. Нас не хватает до 300 человек. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. А на канале нас уже почти 1500. Что меня радует. Несомненно. Спасибо вам всем большое. С каждым днем у нас все больше и больше. Вы все подписываетесь. Проявляете активность. Вы все большие-большие молодцы. Так. Ну где-то уже вроде как конец должен быть. Мы конечно прибудем рано. У меня такое ощущение, что почему-то такая насыпь. Как будто здесь была железная дорога. Как будто бы здесь. Железная дорога должна быть. Да. Что очень высокая дорога. Трафик, кстати, маловато. Трафик и пассажиров здесь надо протестовать самому. Вот это дефолтный видит. Я его не заменил, наверное. Что-то такое. Что-то подзабыл, может быть. Здание такое тут. Какое-то привокзальное, что ли. Ну тут деревня какая-то, да? Право. Что за деревня, кстати, написано? Нет. Сейчас увидим. Ножи выходящих нет. Вот я бывает езжу тут. Бывают выходящие. Но что-то сегодня нет. Блин, я что-то не прочитал. Как еще раз? Ягодка, да? Ягодка? Деревня Ягодка? Все понятно. Ага, вот. Спищало, если слышали. А в автобусе уже 20 градусов. Давай печку вырубать. Что-то долго в этот раз прогревал он меня. Он обычно... Там, ну, минут за пять меня прогревал. Вообще, будь здоров, не хватало даже зимой. Но сейчас у нас минус два. Сейчас у нас минус два. Вот и карьер. Ну, пикал он, потому что уже все, конец. Как бы здесь все выходят. Вот и карьерчик. Справа направо у нас еще дорога уходит. Так, сейчас как-нибудь заедем красиво. Ну, собственно, вот и конец. Всем большое спасибо за просмотр. За ваши лайки. За подписки. Спасибо вам за то, что вы со мной. Еще раз всех поступаю. Поступаю. Поздравляю с наступающим. Передача не скинулась. Вот нормально. Автобус заглох. И в рот ему лапы. С наступающим Рождеством. С наступившим Новым Годом. Всем большое еще раз спасибо. Всем огромнейшей удачи. Всем счастливо. И покеда. Субтитры сделал DimaTorzok